Начинаем. Российское военно-историческое общество с 11 июля проводит поисковые работы в урочище Сандармов по поводу поиска солдат и офицеров, рабочей крестьянской Красной Армии, а также пленных Красной Армии, погибших в плену у финских оккупантов. Перед проведением поисковых работ были проведены археологические исследования. Вы можете видеть один из шурфов, который был заложен на всех террасах урочища, потому что урочище находится на террасах, и все террасы были проведены шурфированием. По три шурфа на каждой террасе. Специалист-археолог обнаружил на самой верхней террасе части отщеп кремния, которые относятся к археологическому наследию. Соответствующие документы нам были выданы разрешающие проводить поисковые работы на самом нижнем уровне этой террасы, потому что она находилась под водой. В древние времена здесь было море, соответствующее здесь все находилось под водой, никаких археологических находок нет. То есть, если вам интересно, разрешение у нас есть. Вот оно, заключение. Разрешение на проведение... Можно сфотографировать это? Прошу вас. Какой орган был? Давайте по окончании поставим. Давайте по окончании, да. Просто вот оно, само заключение. При этом я цитирую. А кем оно подписано? Оно подписано Н.В. Лобановой. Территория мемориального комплекса Сандармох входит в зону археологических наблюдений. Неподалеку от него, на разных высотах уровня, выявлено и частично исследовано значительное число древних памятников эпохи Мезолита, позднего Неолита, включая поселения с жилищными владениями, которые представляют большой научный интерес. В ходе разведки в пределах мемориального комплекса был выявлен новый объект археологического наследия – стоянка «Мемориал Сандармох-1», на территории которого запрещается проведение поисковых работ. В дальнейшем, при необходимости, этот археологический памятник может быть подвергнут раскопкам. Поисковые работы могут проводиться на всех других более низких участках, где заложены шурфы каждый один квадратный метр. Нахождение археологических объектов исключается, так как данные участки в доисторические времена находились под водой. Так что вот этот документ есть, подписан сертифицированным археологом с приложением схемы шурфирования и найденного места, так сказать, раскопа, где есть залегание археологического памятника. Мы проводим раскопки, соответственно, на нижних этажах, на которых не было ничего найдено. Документ будет предоставлен. А с какого числа, вы говорите, ведутся раскопки? Раскопки ведутся с 12-го числа. А документ подписан каким числом? Пожалуйста, о результатах раскопок. Нет, нет, а документ подписан каким числом? С даты, с даты, посмотрите, пожалуйста. С даты просто какого-то археолога. Так понимаешь, разрешение... Ну, дата. Документ подписан 13-го 08-го. То есть, когда вы уже провели на следующий день после раскопки? Нет, написано 12-го числа, перед проведением. Вы нас не путайте. Мы сюда не выходили до тех пор, пока не поработал археолог. Археолог провел... Это могут зафиксировать те, кто был в первый день. Скажите, а историко-культурная экспертиза была проведена? Историко-культурная экспертиза нам не требуется, потому что у нас было письмо от Министерства культуры Республики Карелия с просьбой провести повторную экспедицию с поиском военнослужащих, предположительно, захороненных на данном урочище. Также было письмо от музея о том же самом, что мы можем, просят нас провести экспедицию для идентификации захоронений на урочище Останг. У нас получено разрешение. Какими датами подписаны письма? Какими числами подписаны письма? Числами подписаны письма. Первое письмо подписано 15-е, 07-е. Второе подписано 08-е, 08-е. Можно узнать, почему 24 июля Военно-историческое общество говорило в интервью телеканалу «Дождь», что не собирается пока сюда ехать? Знаете, прошу прощения, я неуполномочен отвечать на этот вопрос, потому что, так сказать, моей компетенцией занимается только раскопками. Я ищу здесь именно неучтенные захоронения. Это моя компетенция. Санька, скажите, что было найдено. Я прошу прощения, я хочу наполнить, что у нас есть разрешение, так сказать, на проведение раскопок от администрации муниципального образования Медвежегорского района. Оно, так сказать, подписано 8 августа. И также, так сказать, управлением по охране объектов культурного наследия, подписано тем же самым числом. По концу, так сказать, нашего, вашего подхода, вы можете сфотографировать эти документы, соответственно, что они будут в этой папочке. Прошу, Фукалин. Да. Уважаемые друзья, у нас сегодня проводилось... Не могли бы представиться. Председатель Карельской Республиканской Общественной Организации по поиску вековичной памяти погибших при защите отечества Союз поисковых отрядов Карелии Осиев Александр Николаевич. Это исполнитель работ, который уполномочен их проводить. На данном тоске, врачи. За сегодняшнее число, за 14 число нами были обнаружены и перед вами представлены следующие предметы, которые находились при останках, которые сегодня были обнаружены. В роскопе номер 6, который на данный момент уже завершен, были найдены вот этот предмет, похожий на пуговицу военного образца, на котором отчетливо виден контур, похожий на звезду, которая даст заключение уже эксперт. Принадлежность даст эксперт. А также была найдена гильза, предположительно, иностранного производства. Вот она, видите, очень маленький ее калибр. И одна гильза, а также найден один останок, который находился в роскопе. Пуля от него, ну, посмотрят, если что-то есть в самом теле, может быть, она там. Это после проведения экспертизы. То есть то, что не протекивало тело, возможно, пуля находится внизу. Да, возможно, возможно, внутри. Седьмой роскоп, который еще не проведен до конца, но предварительно в тех слоях земли, который был извлечен из роскопа, были найдены следующие предметы. Опять же, гильзы и пуля, предположительно, иностранного производства, она находится перед вами, с маркировкой, частично читаемой, на донышке данной гильзы. А также был найден предмет. Вот я вам его демонстрирую. Конечно, он в таком состоянии, очень-очень хрупком. Вот вы видите, какими-то пятью лучами. Эксперты скажут, что такое за пять лучей, и вот от этого предмета отходят. Может быть, они металлические, может быть, они какие-то еще, может, с какого-то другого материала. Но если перевернуть ее с обратной стороны, вы увидите, что к нему прилегает, тоже что-то прилегает. Предположение давать не можно, но это может быть даже форма одежды, в которой был. Что-то было одето. Потому что, вот видите, сами на ней находится сцепленный предмет. К сожалению, подвес действиям окисла. С охрана его находится, ну, в каком состоянии достали, в таком и есть. Все это проходило перед вами. Вы присутствовали при всех этих работах. Что покажет дальше, седьмой раскоп, мы пока не знаем. Над ним еще работаем. И по окончании вот этого раскопа вам будут представлены окончательные находки, находящиеся в седьмом раскопе. Спасибо за внимание. Скажите, а почему вы говорите, что уже, что похоже на звезду, форменная одежда, это из чего вы делаете такие выводы? А, похоже на вот звезду, именно на звезду, да? Потому что, знаете, что вот этот контур, его можно обрисовать как? Квадрат, эллипс, ромб. Но здесь он звездообразный. Можно из-подраздов? Конечно, я вам поэтому и говорю, вот видите, вот он, я вам не случайно, только аккуратненько, ладно? Он просто может рассыпаться. Это металл. Он сохран плохой. Вот этот я фотографировала. Там звезды как раз не очень видны. Вот на этом. Я звезду не знаю. Я говорю, контур похож на звезду. А это вот звезда. Вот видите, похоже. Видите, это вы фотографировали. Пожалуйста, пожалуйста. Вы встаньте так, чтобы свет падал хорошо. Видите, я его не могу излищить, потому что он... Откуда взялось предположение, что вот это вот тело, извлеченное из расхода, я не знаю, номер какой шеи, шеи, да? Одеты в шинели. Какой шинели? Сергей Антольевич. А, не минуточку. Мы говорим только предположительно, он одет. Видели? Потому что если останки кости, просто кость, она лежит в кости, как мы обычно поднимаем в поисковой экспедиции. Но эта кость во что-то обернутое, вы же сами видели. Почему она в шинели? Это может... Нет, я... Это только лишь может сказать эксперт. А вдруг это просто пальто? Девушка, уйдите, пожалуйста. Мы завершаем вопрос.